Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале обзора на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги семьи Сайбель. Но прежде чем я перейду к обзору, я вас попрошу поставить лайк моему ролику и подписаться на мой канал. С тем, чтобы не пропустить мои новые обзоры, еще и нажать на колокольчик. Иду к тысяче подписчиков, поэтому, пожалуйста, помогите мне в этом. Ну, Катя Сайбель. Катя, как всегда, отличается от всех блогеров тем, что она имеет домохозяйку, да. У нее есть женщина, которая приходит мыть полы, но в этот раз почему-то она не пришла, и Катя этому весьма удивлена. Уж не знаю, по какой причине, но Кате приходится теперь полы мыть самостоятельно. Вы представляете? Вот так до чего дожились. Все совсем плохо. Не пришла домработница, и как теперь Кате жить? Пришлось ей самостоятельно мыть полы и поухаживать за Вовой, который в температуре он несколько дней отказывался от еды, а вот от сока грейпфрутового он не отказался. И вы знаете, Катя очень легко ему дала этот грейпфрутовый, только что выжатый, свежевыжатый грейпфрутовый сок. Для чего она дала сок, а не грейпфрут, я не понимаю. Грейпфрутовые, да и прочие соки, свежевыжатые, они, насколько я знаю, очень агрессивны. Очень агрессивно относятся к желудку, и уж тем более на голодный желудок пить. Не знаю, правильно ли это. И это раз. Во-вторых, они резко поднимают уровень сахара в крови. Но нельзя давать свежевыжатые соки детям, да еще и в таких количествах, как Катя дала в Оме. Просто нельзя. Соки нельзя, а вот грейпфрут можно, апельсин можно, а сок нельзя. Сок очень плохо влияет. Но Катя, как мы понимаем, этого не знает и с превеликим удовольствием смотрит на то, как Вова пьет этот сок. Дальше Катя нам показывает, как на шарлотку делает. Я так понимаю, что безглютеновую, еще какую-нибудь, в общем, не такую, как все, как всегда. Правильное питание во главе угла. Далее мы видим, что Вова сидит в коляске Марты, да, вышли на прогулку. Дедушка вышел, Катя вышла, Марта и Вова. Вова сидит в коляске Марты. Все почему? Потому как есть такая зависть у Вовы, да. Есть зависть у Вовы и ревность есть. И детская ревность о ней много, можно говорить, конечно. Но у Вовы она проявляется очень ярко. И вот вы знаете, зная эту особенность Вовы, знаю, что Вова очень ревнует Катю к Марте. Когда Вова пьет сок, сидя на диване, Катя берет у Вовы его чашку и тут же дает Марте, потому что Марта захотела сок, дает Марте выпить из Вовиной чашки. Представляете? Несмотря на то, что это огромная чашка для Марты, что место неподходящее, это все дело происходит над диваном. Не побоялась Катя, что она разольется. В принципе, так оно и произошло. Да, сок она разлила, когда вот уже отбирала чашку у Марты. И Вова, вы знаете, я когда увидела количество соков в чашке, я подумала, ну это на хорошего взрослого человека. Очень много было сока. Но Вова очень ревностно смотрел, как Марта пьет все, говорил, дай мне, дай мне. А Катя говорила, да ну, она много не выпьет, что-то в самом деле. На самом деле, да, конечно, ребенок много не выпил. Но Вова допил все, вы представляете? Все допил и показал пустую чашку. Это только для того, чтобы Марте не досталось. Я вообще Катю не могу понять, для чего подогревать вот эти вот ревностные отношения между детьми. То Саша там старается, то Катя там старается. Нет такого, чтобы вот сплотить детей, как-то придумать им какие-то общие игры, занятия. Нет, они все делают для того, чтобы сплоченности не было между детьми. И я не удивлюсь, если им в голову придет четвертого еще родить. Вообще не буду удивлена. И будут еще больше пестовать такие вот отношения, разобщенности. Говорит Катя, что очень рада, что вот мама с детьми помогает. Ну, естественно, бедная это мама. Я как вспомню, как они ездили в Грузию, мне дурно становится. Мама с чемоданами, мама с Мартой. Тогда еще полугодовалой, может быть, и было 7 месяцев максимум. Ну, кошмар какой-то. А Катя с камерой? Да, почему нет? А мама сейчас со всеми тремя детьми помогает. Такое ощущение, что у мамы Кати нет никакой личной жизни вообще. У нее есть только Катя и ее жизнь. Ни других сыновей, ни других дочерей у мамы Кати как будто бы нет. Хотя есть там, по-моему, сын или два сына еще, кроме Кати. Но мама положила себя на алтарь жизни Кати. Не знаю я почему. Возможно, есть что-то такое, чего мы не знаем, что заставляет маму Кати. Именно Кате помогает. Ну, а дальше Катя рассуждает, философствует, так сказать. Говорит, что самое ценное это время, самые ценные ресурсы. Хочет время себе посвящать. Хочет снова начать читать книги. И хочет как можно меньше времени проводить с мобильным телефоном в руках. Но вы знаете, она не сказала ничего о том, что она больше времени хочет проводить с детьми. Об этом Катя ничего не сказала. Очень удивительно, правда, для многодетной мамы? Не сказала, что хочет больше времени с семьей проводить. Ну, или с мужем, да? Очень странно. Весьма оригинально Катя рассуждает. Говорит о дне рождении марта. Решили они, что, мол, не будет у них таких грандиозных праздников в ближайшее время. И поэтому решили на полную катушку отметить день рождения. Все это стоило 300 тысяч тенге. Уже я не знаю, какой курс на тот момент был к евро или к доллару. Но, я так понимаю, немалая эта сумма. Ну, потому как Катя говорит, что да, для них это очень было так вот затратно. Но ничего. Она не очень переживает, потому что какую-то часть они вернули подарками. И Катя этому очень рада. С одной стороны. А с другой стороны, она говорит, что Кате подарки не нужны. Представляете? Говорит, что ей подарки не нужны. А в то же время радуется, что подарками отбила часть затрат. Очень и очень интересное рассуждение. Она говорит одно, думает другое, делает третье. И уже не помнит, что она говорила. Это очень интересная какая-то такая черта. Помнится мне, когда пришла ее свекровь на день рождения, по-моему, Вовы. Пришла и ничего особо не подарила. Катя была просто, ну, не сказать, что в бешенстве, но не было довольно абсолютно. Она ходила в мрачные тучи. До тех пор, пока свекровь мне достала из кармана денежку и не дала Катя. Катя же улыбнулась, просветлела и прям посветлела ее лицо. Вы знаете, она была, видите, она была мрачнее тучи. Как только день вы увидела, заулыбалась. Все замечательно сразу стало. Она сразу стала рада своей свекрови. Но в то же время, нет, никакие подарки не нужны. Нет, нет. А стол оббили, да, говорит. Вот хорошо, подарками. Хоть что-то. В общем, Катю очень тяжело понять. Вове чуть-чуть полегче. И он попросил Катю что-то ей почитать. Говорит, ну, выбирай вот шкафчик, выбирай книжку, какую почитаем. Сейчас вот ляжем, я тебе почитаю. Вова вроде выбрал книжку, огнево выбрал. И Катя говорит, закрывай, давай уже шкафчик. Вова, недолго думая, разворачивается. И ногой, вот так, как каратист, бьет по этой дверце, и дверца закрывается. Закрывается она, конечно же, с хлопком. Но Катя не делает ребенку замечания абсолютно. Она говорит, ой, как хорошо, как замечательно, молодец. Это что-то. Выжимает Вова сок из апельсина. Такая вот ручная соковыжималка. Это все дело на столе, на кухонном. И, естественно, Вове это все очень-очень высоко. Он бедно тянется туда, чтобы выжить. Катя говорит, вот молодец, хорошо, все, выжил и все. Он говорит, я еще хочу. И снова она ему дает половину апельсина. Но ты видишь, что человеку неудобно. Но сделай это так, чтобы ему было удобно. Ну, опусти ты все это дело. Опусти ниже. Катя, есть табурет какой-то, в конце концов. Придумай, раз Вова хочет тебе помочь. Сделай что-нибудь. Сделай так, чтобы ребенок больше времени с тобой проводил. Особенно зная отношения между детьми. Особенно зная ревность Вовы. Как он ревнует тебя к Марте. Проведи с ним время. Ведь он, я уверена, он не хочет сейчас так сильно выжимать сок из фруктов. Как побыть с тобой. А ты все делаешь для того, чтобы он скорее от тебя ушел. А он через неудобства готов проводить время с тобой. Даже вот если не совсем будет комфортно. Ну, как-то странно. Очень странные взаимоотношения, конечно. Конечно, у Кати с детьми. И вы знаете, очень выручает Катю то, что мама приготовила обед. Представляете? Мама у Кати практически прописалась там. И Катя это воспринимает как должное. Повторюсь, я не понимаю маму. Почему она не обращает внимания на своих других детей? Только Катя у нее во главе угла. Ну, а дальше Марту показали. Марта, конечно же, она была у нее в настроении. Потому что она не знает, что она хочет. Она хочет спать. Она хочет есть. Она хочет играться. Непонятно, что она хочет. Сидит на руках у Саши. Еду из тарелки разбрасывает. Кусочек картошки, что ли, или что там было в тарелке, она бросила на пол. Саша, недолго думая, поднял это все дело в рот, себе положил. В общем, уникально, конечно, да. Ну, и заканчивается влог тем, что Катя говорит, я не понимаю, что она хочет. То ли есть, то ли спать. Но, говорит, сиську я ей дала. Вот так и сказала, да. Сиську. Это что-то чем-то. Не грудь, не как-то покормила, да. Можно было бы это дело обойти. Нет, сиську. Катя не стесняется в выражениях.